Скандал получился знатный. Что это было? Это было, как всегда, лживо, цинично и запредельно непоследовательно. Стоят перед очередной развилкой. Частное мнение Привет! Это программа «Частное мнение». Коротко о событиях за неделю, которые привлекли наше внимание. Не забудьте подписаться на канал и оставить свое частное мнение в комментариях. Мы начинаем. В Гродно вынесен приговор Софии Сапеги, гражданки России, которая была на том самом самолете с Романом Протасевичем. Напомним, рейс компании «Ранэйр», следовавшей из Афин в Вильнюс, власти Беларуси принудительно посадили в Минске 23 мая 2021 года. Экс-редактора телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича и его продругу Софию Сапегу сняли с рейса, арестовали, обвинили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Они согласились сотрудничать со следствием, после чего некоторое время спустя им изменили меру пресечения на домашний арест. Суд над Софией Сапегой проходил в закрытом режиме. По его итогам, россиянку приговорили к шести годам лишения свободы в условиях колонии общего режима. Также она должна выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда на сумму 167 500 белорусских рублей и судебную пошлину 7 488 рублей. Родные Софии Сапеги рассчитывали на помилование или на другие меры пресечения. О дате суда над Романом Протасевичем пока ничего неизвестно. Сам он, правда, успел прокомментировать судебный процесс над Софией в провластных телеграм-каналах, а также заявил, что она больше не является его девушкой. Роман утверждает, что не проходил свидетелем по делу Сапеги и вообще их дела никак между собой не связаны. Другими словами, кака такая любовь? Своих не бросаем, говорили они. Предательство Протасевича его спасло, а София осталась человеком. Я предлагаю не заниматься ерундой, а засекретить сразу не только заседание суда, но и статьи, по которым обвиняют человека, сразу уносить приговор и сумму ущерба. Что случилось с крейсером Москва? Оказывается, он не входил в территориальные воды Украины и не участвовал в специальной военной операции. Примерно так выглядело бы интервью Ларри Кинга и Владимира Путина, если бы оно состоялось не 20 лет назад, а в наши дни. Отцу пропавшего без вести срочника Егора Шкребца, служившего на крейсере Москва, сообщили в генпрокуратуре РФ, что его сын объявлен безвестно отсутствующим воинской части. «Проверка показала, что корабль, на котором проходил военную службу Шкребец ЕД, не входил в территориальные воды Украины, а также не был включен в перечень соединений и воинских частей, привлекаемых к участию в специальной военной операции». Получается, военный крейсер совершал праздную морскую прогулку, а моряки рыбу ловили? Что же в итоге случилось с крейсером и куда пропали десятки или даже сотни матросов? У генпрокуратуры РФ есть ответы на этот вопрос. Согласно официальным данным, произошло чрезвычайное происшествие, повлекшее гибель корабля и исчезновение моряков. Получила продолжение история с оскорблениями со стороны российского МИД в адрес израильтян. Напомним, на прошлой неделе в интервью итальянскому ТВ главный дипломат России Сергей Лавров обвинил евреев в том, что они являются самыми большими антисемитами. Скандал получился знатный. Россия и сам Лавров официально извиняться не стали. Зато в четверг выступил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. По его словам, в личном телефонном разговоре Путин лично попросил прощения за действие своего МИД. Цитата. Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте. Замечу, что на сайте Путина информации об извинениях нет. Впрочем, и слова Беннета ни российские дипломаты, ни пропагандисты опровергать не стали. Беспокоит только вопрос, что это было? Эксцесс Лаврова или какой-то спланированный шаг? Например, в адрес недружественных Израилю арабских государств. А вот факт того, что Путин практикует извинения, очень интересный. В скором времени извиняться нужно будет за многое и, скорее всего, в наручниках и на коленях. В ночь на 4 мая в Минске умер Станислав Шушкевич, первый глава независимой Беларуси. В 1991-1994 годах он возглавлял Верховный Совет Беларуси. Именно Станислав Шушкевич вместе с президентами России и Украины подписал Беловежские соглашения, которые положили конец существованию СССР. Благодаря ему из Беларуси было выведено ядерное оружие. В конце апреля Станислава Шушкевича доставили в реанимацию по причине ковида. Спустя два дня его выписали домой. Выражаем слова поддержки и сочувствия родным и близким Станислава Станиславовича. Александр Лукашенко дал интервью журналисту Associated Press. Это было, как всегда, лживо, цинично и запредельно непоследовательно. К одному из самых вопиющих моментов отнесем откровение о резне в буче. Лукашенко, как оказалось, хорошо осведомлен относительно произошедшего. Но мы знаем, кто организовал эту показуху. Мы контролировали процесс англичан. Это в основном были англичане, которые на автомобилях, потом четыре автомобиля мы видели. Мы передали россиянам номера автомобилей, автомобили, которые прибыли из Львова, которые осуществляли съемку в буче и потом вбрасывали в это информационное пространство. Не совсем понятно, что именно Лукашенко считает показухой. Массовое убийство или то, что в них обвиняют российских военных. Но в целом фиксация на цифре 4 заставляет задуматься. Ранее Лукашенко обещал Путину показать 4 позиции, с которых готовилось нападение на Беларусь. А пропагандисту Владимиру Соловьеву гарантировало, что Украина не будет воевать дольше 3-4 дней. При шизофрении очень сложно сформулировать свою мысль, а тем более еще и помнить, что ты там нес вчера. Минздрав Беларуси приостановил лицензию на осуществление деятельностей ООО «Клиника-1А» ИЛАДЭ. Запрет начнет действовать 16 мая. Как утверждает Минздрав, в этих медицинских центрах выявлены многочисленные нарушения. Глава ведомства Дмитрий Пеневич, правда, не видит в произошедшем ничего экстраординарного. Он уверен, что если медицинская компания хочет продолжить работу, она сможет это сделать, устранив все недостатки. Впрочем, пока все это выглядит не как забота о потребителе, а передел рынка медицинских услуг. Журналисты и публицисты Александра Невзорова объявили в розыск. В марте против него возбудили уголовное дело за фейки о действиях российской армии. Также его признали иноагентом. «Розыск – дело серьезное», – комментирует эту новость сам Александр Глебович. «Поручать его рукожопом из НВД никак нельзя. Меня обязательно надо найти. По этой причине розыскные плакаты мы решили напечатать и распространять сами. Такой плакат с текстом на английском, русском и украинском, а также с моим автографом, можно будет у нас заказать и купить. Когда уже не будет ни войны, ни Путина, ни России, он будет лучшим напоминанием о роковых днях 2022 года». Поймайте себя сами и получите деньги. Все просто. Глебович элегантно посылает полицаев в нужном направлении. В разрушенном и оккупированном Мариуполе установили памятник пожилой женщине с советским флагом. На открытии присутствовал целый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Женщина с флагом имеет реальный прототип. В деревне недалеко от Харькова украинские военные повстречали старушку, которая вышла им навстречу с советским знаменем, перепутав с россиянами. Она отказалась принять продукты после того, как солдаты потоптались по флагу. Путинские пропагандисты ухватились за эту историю, а старушка с советским флагом стала ассоциироваться ни много ни мало с самой Россией. Что, если задуматься, очень символично. Любопытное продолжение история получила в четверг. Украинские солдаты вновь разыскали женщину и ее мужа и записали с ней короткое интервью. В нем Анна Ивановна, так зовут женщину, рассказала, что вышла к российским, как она думала, военным с красным флагом для примирения с ними, и чтобы они больше не разрушали деревню. Сегодня дом старушки уничтожен российской миной, а сама она находится в больнице Харькова. В свою очередь российские пропагандисты поспешили назвать Анну Ивановну фейковой старушкой с флагом. Очень оригинально. В четверг вечером у берегов украинского острова Змеины загорелся российский военный корабль. Предположительно, это фрегат «Адмирал Макаров». Для операции по его спасению были привлечены авиация и флот. Что именно стало причиной возгорания, а также то, насколько серьезный урон получило судно, до конца не ясно. Учитывая степень закрытости российского военного ведомства, можно ожидать, что количество жертв, если таковые были, мы также не узнаем. Пресс-секретарь Кремля Песков также открестился привычной фразой «У нас нет какой-либо информации на этот счет». Ну а мы ждем комментариев от Минобороны РФ в стиле «Корабль не входил в территориальные воды Украины», а также не был включен в перечень соединений и воинских частей, привлекаемых к участию в специальной военной операции. Весь мир, затаив дыхание, ожидает понедельника, 9 мая. Эта дата с самого начала войны в Украине называлась знаковой. К ней российские пропагандисты готовили свою аудиторию. Согласно их мнению, нас должен был ожидать военный парад в Киеве, Москве, ну или хотя бы в Донецке. Однако сегодня, когда российская армия существенно не продвинулась по линии фронта и более того, несет катастрофические потери, как в живой силе, так и в технике, Путин нуждается в чем-то, что можно было бы продать как успех в войне. Таким может стать решение усилить давление на Украину. Не случайно премьер-министр этой страны Денис Шмыгаль, сославшись на спецслужбы партнерских стран, предупредила намерение России официально объявить войну. Фактически Путин, а вместе с ним и весь мир, стоят перед очередной развилкой. В случае решения официально объявить войну Украине, нас может ждать полная или частичная мобилизация в России, увеличение числа жертв, вероятное применение тактического ядерного оружия и бог знает что еще. Символично, что 9 мая президент Франции Макрон встретит в Берлине, где будет проводить свой первый с момента избрания официальный визит. Руководители двух самых больших стран ЕС в этот день будут вместе. Примечательно, что на парад 8 мая во Франции по случаю окончания Второй мировой войны представители России не были приглашены. Если Россия объявит полноценную войну, то Украина получит полное право бомбить их в ответ. И не только в Белгороде услышат хлопки. На сегодня это все. Не забудьте подписаться на наш канал, а свое частное мнение вы всегда можете оставить в комментариях под этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok